Приветствую вас. Думается мне, что вначале нужно занять пассивную позицию, чтобы человек увидел, что вы, например, отошли немного назад, позволить ему отдохнуть от вас, чтобы он немножко постыл, чтобы он немножко понял, что вы решили подкорректировать свое поведение, чтобы он уже не так остро реагировал на вас. Это, значит, первое. Второе, значит, после того, как вы выждете, ну, выждет лучше, там, несколько недель, да, чтобы человек перестал воспринимать вас агрессивно. И после этого, может, он будет вам занять по отношению к нему такую позицию, что вы будете общаться с ним только как ему удобно. То есть вы не будете с ним, например, взаимодействовать так, как вот хочется вам. Будете взаимодействовать именно так, как лучше ему, ну, так, как хочется ему. И когда человек увидит, что вы дорожите им, когда человек увидит, что вы уважительно относитесь к нему при условии наличия у него к вам, в общем и в целом положительных чувств, то есть если вы ему симпатичны, если вы ему нравитесь, там, и так далее, ну вот, он будет с вами общаться. И пройдет какое-то время, он увидит, что вы не давите на него и, соответственно, начнет с вами сближение. Далее, вы говорите про глупые смс и про то, что хотите его вернуть. Ну, спрашивайте, как вернуть его. Здесь я должен сказать так, что оба эти проявления связаны одним, вашим желанием, вашими потребностями. То есть можно говорить о том, что то, что заставляло вас писать глупые смс, это поснимание глупые, вот, и то, что вы хотите человека вернуть, это одна и та же мотивация. Только к самому человеку она отношения не имеет. потому что, ну, вы же не будете, наверное, спорить с тем, что когда вы отправляли ему смс, вы не думали о нем в этот момент. Вот. Вы думали о себе. Скорее всего. И речь, скорее всего, шла именно о ваших потребностях, о ваших желаниях. Вот об этом и нужно более подробно разговаривать с вами. Чего вы хотите? Почему? Почему молодой человек или молодая девочка, или просто ваш партнер в зависимости от того, кто вы и сколько вам лет? должны удовлетворять ваше желание? Почему вы позволяете себе быть, становиться зависимым или зависимой от этих людей? или от этого человек? Подумайте, как бы вы могли реализовывать свои желания так, чтобы это не сказывалось на ваших показателях самостоятельностей. И тогда не будет у вас вот этих вот глупых смс, как вы говорите. Не будет. Потому что не будет для этого мотивации, потребностей для этого не будет. Понимаете? Вот. Ну и последний вопрос. Для чего вам возвращать человека, который в общем-то припочел от вас отдалиться, который припочел вас заблокировать? для чего вам его возвращать? Это довольно неприятный поступок с его стороны. Это довольно такой жесткий поступок. И то, что вы несмотря на это хотите его вернуть, говорит о либо чувстве вины в вашем чувстве вины. То есть либо вы себя чувствуете виноватым или виноватой. Вот. И тогда можно говорить об обвинении, да, соответственно, и как следствие негативной модели поведения именно из-за обвинения. Вот. Либо у вас есть опять же все та же самая стойкая мотивация быть с этим человеком. Но если вы готовы скажем так прощать ему подобное поведение, значит, это уже можно вести разговор о вашей самооценке, о вашей уверенности в себе, о самолюбии, о заботе о себе, который у вас, судя по тому, что вы написали, возможно, и нет. Что, опять же, делает вас недостаточно ценным партнером для другого человека. Подумайте, пожалуйста, об этих толькостях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!